В эфире новости губернии. В студии Алена Власова. Здравствуйте. В начале коротко о некоторых темах. Глава региона встретился с активом жителей Нефтегорского района. Как отчеты чиновников разнятся с реальным положением дела и как местная власть теперь будет работать над ошибками. Всего 4 километра, а значение огромное. Дорога, которая связывает регион с республикой Татарстан и крупнейшие железнодорожные магистралью. В ее ремонт вложено более 100 миллионов рублей. Как будет выглядеть обновленная трасса, расскажем. Музей Ильдара Рязанова принял тысячных посетителей. Это супруги, прожившие вместе 60 лет. В преддверии дня любви, семьи и верности самым крепким парам подарили экскурсию по экспозиции, а они в свою очередь поделились секретом счастливого брака. Спортивный комплекс и отделение поликлиники в статусе долгостроев. Трудности со связью, отсутствие инженерных коммуникаций. Накануне Дмитрий Азаров встретился с активными жителями Нефтегорского района. Это старшие по домам, председатели советов, руководители общественных организаций. Словом, те, кто представляет интересы людей. Не просто говорили о наболевшем, а вместе с главой региона искали конкретные пути решения конкретных проблем. Сетка натянута, футбольные ворота установлены. Казалось бы, это ли не место, чтобы растить будущих чемпионов? Но некоторые нефтегорцы уже и не верят, что комплекс «Факел» хоть когда-нибудь откроется. Говорят, слишком долго они ждут. «Факел» начали строить в 2014 году. Он спроектирован для игры в футбол, волейбол и других видов спорта. По запланированным срокам в этом «Фоке» уже должны вовсю проходить соревнования и занятия в секциях. Но здание до сих пор не введено в эксплуатацию. На проблемном объекте побывал глава региона. Дальнейшую судьбу «Факела» обсудили и на встрече с активом Нефтегорского района. А он до сих пор у нас стоит бездействие. Когда наши дети могли бы там заниматься, наши дети и внуки ходить и заниматься туда спортом, а не бегать по улицам. Я считаю, что это очень насущный и большой вопрос. На насущный вопрос у местной администрации нашелся ответ. Фактически объект стоимостью 98 миллионов рублей готов. Но нужно еще 4 миллиона на работу над ошибками. В 2014 году приступили к строительству. Были изменены ряд нормативов. И в документации, так как она типовое применение была, допущены были ряд технических ошибок. Ошибок или изменений? Совместилось это два фактора. Изменился норматив и допущены были проектировщиками технические ошибки. Руководитель области поручил местным властям совместно с министерством проработать все проблемные вопросы. Чиновники пообещали открыть ФОК к новому учебному году. Значит, коллеги, вы сейчас здесь прилюдно мне дали обещание, что до 1 сентября объект будет введен в эксплуатацию. Так точно. Значит, или вы это делаете, либо вы идете работать в другое место. Все очень просто. Потому что мы должны обеспечивать результат. За слова свои отвечают. Конкретного решения требовал еще один нефтегорский долгострой. Местной поликлинике жизненно необходимы дополнительные площади. В новом крыле планировали разместить зубные кабинеты и женскую консультацию. Однако работы остановились еще в 2010-м. Об этом главе региона рассказал один из врачей-стоматологов. Сейчас готовность объекта 58%. Завершить его планируют при помощи государственно-частного партнерства. У нас появилась возможность достаточно в сжатые сроки завершить строительство этого объекта. Поскольку появился у нас частный инвестор и при реализации механизма государственно-частного партнерства, в течение до конца 2019 года объект может быть сдан. Все возможные варианты решения проблемы будут предоставлены главе региона в конкретные сроки. Также на встрече с активом обсудили и другие наболевшие темы. Отсутствие коммуникации в микрорайоне Е, проблемы со связью в селе Бариновка, развитие в районе животноводства, трудоустройство подростков. Я хочу вам честно сказать, что то, что я прочитал в отчетах, там и половина не было из проблемных точек, которые вы мне обозначали. Вот именно для этого я в районы езжу. Именно для этого, чтобы на месте, своими глазами, ногами, убедиться, какая ситуация в действительности, а не то, что мне пишут в красивых иногда цветных отчетах. Уже в пятницу по итогам встречи с активом будет сформирован протокол, где напротив каждой озвученной проблемы появится контрольная точка решения и фамилии ответственных чиновников. Анна Ивахина, Андрей Авдеев, Новости губерния, Нефтегурский район. В поселке Авангард Алексеевского района детский сад нуждается в капитальном ремонте. Проблема с кровлей, водоснабжением, отоплением. Помимо дошкольного учреждения, в здании находится и социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. О проблемах и решениях далее. Казалось бы, уютно и светло. Но воспитатели из последних сил поддерживают состояние здания. Правда, трещины, ржавые трубы и размытую побелку из-за прохудившейся крыши не скрыть. Этой проблеме уже не один год здание построено в 83-м, и капитального ремонта не было ни разу. Сейчас разработано два варианта развития событий. Первый – это ремонт, соответствующий всем требованиям размещения дошкольного учреждения. Стоимость оценивается в 15 миллионов рублей. Второй вариант – это переезд детского сада в местную школу. Для этого часть помещений необходимо будет переоборудовать, сделать зоны отдыха, игровые комнаты. Нужен и отдельный вход. Там есть два кабинета, они большие достаточно. Я уже подготовил смету, необходимую документацию, экспертизу. Все свежее, все актуально, все нормально. Стоимость 6 миллионов 300. Сейчас здесь 31 ребенок. Это две группы. Детский сад занимает лишь часть здания. В другой находится социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Учреждения подчиняются разным ведомствам. В этих помещениях уже выполнен ремонт. Предусмотрены деньги и на перекладку крыши. Глава региона отмечает, кровлю делать надо во всем здании, чтобы потом не возвращаться к проблеме. Что касается переезда детского сада, то необходимо просчитать варианты и понять, что тогда будет располагаться на освободившейся территории. Надо думать, какие идеи. Мы сейчас посмотрим школу. Если мы там по дошкольному образованию вопрос решаем, то, конечно, надо здесь. Здесь нужно думать. Ну, конечно, как я и говорю, мы не дадим ему разрушиться. Обязательно оно будет задействовано. Вот эта школа. Сейчас здесь учится 63 ребенка, хотя рассчитана она на 278. Площади позволяет вместить детский сад в соответствии со всеми санитарными нормами. Но у варианта переезда есть и плюсы, и минусы. Это здание находится на окраине поселка, а значит, не всем родителям будет удобно сюда добираться. Однако качество образования повысится. Это будет уже выстроенная система. Глава региона поручил провести опрос населения. Окончательное решение будет принято с учетом общественного мнения. В школе развито патриотическое направление, есть музей и даже зал доблести. Работают художественные спортивные секции. В районе популярны футбол, дзюдо, баскетбол. Тренировки проходят в современном спорткомплексе. У нас в Алексеевке больше всего развит баскетбол. Мы занимаем какие-то места, и это удовлетворение какое-то некое. А какие-то у меня предпочтения, наверное, я хочу попасть в МБА. Как можно, на сколько реально? Мне кажется, на все 100%. В этом зале гораздо комфортнее, чем в школьном готовиться к соревнованиям. Это уже сказалось на результатах команды. Теперь баскетболисты всегда в призерах. У нас есть такие соревнования, как областная спортсменка среди муниципальных районов по баскетболу. Вот в этом году мы с ними были чемпионами области. С детьми, значит, у нас девушки в этом году были на кэсбаскете третьи, юноши вторые. То есть в финале мы играли с командой «Сызрани», проиграли два очка. То есть в прошлый год мы с юношами были первые. В следующем году баскетболисты намерены вновь стать чемпионами. Этот комплекс никогда не пустует. Юные спортсмены занимаются бесплатно. Ольга Павловская, Алексей Веремийский, Новости губернии, Алексеевский район. Одной из самых безопасных станет дорога через село Кошки Самарской области. Участок трассы Борма-Кошки-Погрузная. Капитально ремонтируют с прошлого года. Работа уже близится к завершению. Ситуация на месте оценила комиссия регионального правительства. Как будет выглядеть обновленная дорога в нашем материале. Длина трассы почти 4 километра. Это очень важная транзитная дорога регионального значения. Она соединяет губернию с республикой Татарстан. Также дорога подходит к станции Погрузная, железнодорожной магистрали Москва-Ульяновск-Уфа. Дорога проходит через все село. За сутки по ней проезжают тысячи автомобилей. Много среди них больше грузов. Поэтому до ремонта этот участок трассы был небезопасен для местных жителей. Цена капитального ремонта 105 миллионов рублей. Сейчас строители заканчивают укладывать верхний слой асфальта. После будут установлены технические средства безопасности. Светофоры, лежачие полицейские. На некоторых участках увеличится ширина дороги. На данный момент подрядчикам выполнено порядка 70% от общего объема работ. Смонтирована вся линия освещения, чего не было раньше на этой дороге, что значительно повысит безопасность на ней. Устроены пешеходные тротуары, которых опять-таки раньше не было. Будут обустроены пешеходные переходы, их всего будет 9. Здесь работают 50 человек и 40 единиц техники. Применены в работе и новые технологии. Благодаря им асфальт становится более ровным и долговечным. При фрезеровании у нас была применена технология 3D-нивелирования, то есть автоматическое задание профиля. Техника уже сама выставляет нужные отметки, опускает режущие элементы и тем самым выводит профиль ровнее, тем человеческий фактор исключается. Комиссия прошлась по всей трассе. Серьезных замечаний представителей регионального Минтранса не нашли, только высказали ряд пожеланий. В числе инспектирующих были и представители партии «Единая Россия». Мне понравилось все и качество укладки на дорожном покрытии и работа на тротуарах. Замечаний пока нет. Вместе с сотрудниками Минтранса, областного и сотрудниками ГИБДД мы будем отслеживать статистику ДТП до ремонта дорог, после ремонта дорог и будем делать соответствующие выводы, в каком направлении нам двигаться. Согласно контракту, работы должны быть закончены к 30 сентября. Однако подрядчики уверены, завершить капитальный ремонт удастся гораздо раньше. Руслан Шарипов, Тимур Набиев, Новости губернии. Открытое обсуждение в Самарской области стартовала серия встреч с общественностью, в рамках которых обсуждают предстоящую пенсионную реформу в стране. Напомню, законопроект внесен на рассмотрение в Государственную Думу. Тем временем региональные парламентарии предложили не ждать, сложа руки, а ознакомиться с ним, внести свое предложение по дополнению и изменению документа всем, кого он касается, то есть самой широкой общественности. Одним из первых мест обсуждения стал Новокуйбышевск. Подробности у Анастасии Зубаревой. Готовы услышать и обсудить. Новокуйбышевск стал одним из первых городов, где состоялась общественная дискуссия по предстоящей пенсионной реформе. Федеральные власти планируют увеличить возраст выхода на пенсию, вместе с этим поднимая выплаты этой категории льготников. Как это будет происходить, во многом сейчас зависит от общественности. Есть возможность внести предложение, и активные граждане уже ей упользуются. В честь обмене, конечно же, здесь необходимо выходить комплексом, ни одного, как чтобы и у наших пенсионеров, которые были на пенсии, была достойная пенсия. Это тоже очень важный момент, это один из важных комментов. Поэтому, конечно же, то, что нужны изменения, наверное, да, такого вида, это уже будет на основании обсуждений. Очень интересует не только изменение возраста выхода на пенсию, но также и изменение составляющей пенсии, которое необходимо будет выплачивать гражданам по результатам определенной реформы. Один из важных советов от экспертов – для начала обязательно ознакомиться с содержанием законопроекта, каков он сейчас есть. Иначе недалеко до Христа Матейнова не читал, но осуждаю. Не читая реформы, говорить о ней не приходится. Для того, чтобы она в конечном счете была реализована в закон, который действительно поможет населению выйти в пенсионном возрасте, иметь достаток, необходимо ее обсудить. Все предложения будут централизованы, собраны и обработаны, чтобы затем направить их на рассмотрение федеральных законодателей. Анастасия Зубрева, Дмитрий Столяров, Новости губернии. Услышать все стороны конфликта сегодня на пятой просеке состоялась встреча инициативных жителей, представителей федеральных ведомств, районной власти и компании застройщика. Напомню, люди протестуют против вырубки деревьев и строительства нового жилого комплекса, считая это незаконным. Подробности у нашего корреспондента. Вырубка деревьев на участке под застройку на пятой просеке началась, как утверждают жители, 22 апреля. Люди говорят, все это время любыми доступными способами они пытались выяснить, законно ли действуют рабочие. В том числе писали городским чиновникам в Твиттер. Алла Александровна пишет, разделяю вашу беспокойность, поддерживаю вашу активную позицию. На снос деревьев на указанном участке разрешения не давалось. Потом на совещании мы узнаем от застройщика и нам показывают разрешение на снос ветхих деревьев, выданное 19 апреля. Но с определением снос ветхих деревьев люди не согласны. Они настаивают. Вырублен не сухостой, как указано в разрешении, а живые насаждения, чтобы расчистить участок для строительства. В этой ситуации будут разбираться компетентные органы. Это подназорность, точнее, последственность органов внутренних дел. 260-я статья Уголовного кодекса «Незаконная порубка». То есть, если действительно в ходе проверки будет установлено, вы говорите о том, что что-то уже отдали для экспертного исследования сотрудникам полиции, если этот факт будет установлен, значит, будем настаивать и добиваться возбуждения уголовного дела, в ходе которого уже и искать виновных. Также местных жителей беспокоит судьба озера Леснуха. По словам инициативной группы, водоем заваливают мусором. Представитель застройщика утверждает, озеро не только сохранится, но и будет благоустроено, как часть инфраструктуры жилого комплекса. У нас в генплане земельного участка отдельно есть блок вопросов, проектных, который решает вопросы об устройстве озера. Жилой комплекс, который планируют возвести, состоит из трех 24-этажных домов. Что касается вырубки деревьев, в Октябрьском отделе полиции зарегистрировано свыше 30 обращений от местных жителей, проводится доследственная проверка и будет принято законное обоснованное решение, заверил собравшихся прокурор Самары. Ваши проблемы ясны, мы вам однозначно поможем. Это приоритетное направление деятельности прокуратуры – защита прав граждан. Запомните это. Ответственные ведомства и городская власть уже детально разбирают ситуацию на пятой просеке. Вопрос находится на контроле у руководителя области. По итогам встречи в своем твиттер-аккаунте Александр Хинштейн опубликовал пост, в котором говорится, что алгоритм решения будет выработан в ближайшее время. Главное – новой стройки без обсуждения с жителями не будет. Анна Ивахина, Алексей Вельмискин. Новости губернии. Сегодня глава региона Дмитрий Азаров встретился с новым руководителем Ракетно-космического центра «Прогресс». Напомню, временно исполняющим обязанности генерального директора назначен Дмитрий Баранов. Ему 48 лет. На предприятии работает с 1993 года. На завод пришел инженером после окончания Аэрокосмического университета. В последние годы занимал должности заместителя генерального директора, главного конструктора изделий. Решение о назначении Баранова принято Советом директоров «Прогресса». Напомню, на посту он сменил Александра Кириллина, который руководил заводом в течение последних 15 лет. Дмитрий Азаров поздравил топ-менеджера со вступлением в должность, обсудил с ним положение дел на предприятии и задачи, которые стоят перед Ракетно-космическим центром. Я очень рад, что человек, который местный, куйбышевский, самарский, что столько лет отдан на предприятию, и вся ваша работа на предприятии средовых должностей и руководящих, она, конечно, уверенно заслуживает уважения. Я, безусловно, готов в этой работе помогать, особенно в начальном этапе, понимая, что есть какие-то, наверняка, запросы и коллектива, есть какие-то предложения у людей, на которые следует обратить внимание и городским, и региональным властям. Я готов к этой работе. Ситуация достаточно хорошая у предприятия, как экономическая, так и техническая. И нужно развиваться, нужно идти дальше. Я сделаю все возможное и невозможное, приложу максимум своих усилий для того, чтобы оправдать то доверие, которое мне оказано со стороны как руководства Роскосмоса, так и вас лично. Он был построен в кратчайшие сроки и долгое время засекречен. Ранее один из важнейших стратегических объектов бункер Жукова на территории санатория Волга теперь под пристальным вниманием общественников. Уже сейчас там проводят экскурсии. На рабочую встречу в знаковую постройку отправились и представители Общероссийского народного фронта обсудили дальнейшие планы по реставрации убежища. Вместе с ними на 22-метровую глубину спустился и наш корреспондент Владимир Маркин. В эти катакомбы никогда не проникал свет. Извилистые коридоры хранят историю стратегического объекта, которому уже более полувека. Здесь время замерло. Бункер Жукова на территории санатория Волга долгое время был погружен в своеобразный сон. Один из самых важных стратегических объектов бункер Жукова был построен в 1941 году и использовался в качестве командного пункта до середины 70-х. Уже после был заброшен. История гласит, что сам Георгий Жуков здесь никогда не был. По одной из версий, убежище строили для дочери Иосифа Сталина, Светланы Аллилуевой, которая в то время жила в Куйбышеве. Долгие годы объект был засекречен. В 90-е годы прошлого столетия в бункере находились лишь охранники, которые вскоре тоже покинули территорию. Об историческом наследии, сохранившемся со времен Великой Отечественной войны, словно забыли. Постояльцем подземных маршрутов стала вода. Интерес к столь важному объекту проявляли диггеры и аквалангисты. О присутствии гостей здесь говорят оставленные на память незамысловатые надписи на стенах. Теперь постройка ожила, даже говорит, музыкой прошлого. Его строили в спешке. Заместитель Берии, Меркулов, в своем письме выражал недовольство объектом. Мало рабочих комнат, неверная планировка. Сроки в начале войны поджимали. Бункер возвели всего за 4 месяца. До сих пор он не исследован до конца и хранит свои тайны. Офицер, который здесь работал в 70-е, рассказывал, что когда лифт опускался, трос не разматывался даже наполовину, что глубина шахта еще примерно 8 метров. Сразу стали строить гипотезы, что же там внизу еще один уровень или что. По другой информации, там еще один тоннель имеется, который ведет в сторону других бункеров. Опять же, это информация неподтвержденная. Показать современному поколению такую историю и дать к ней прикоснуться. С инициативой восстановить значимую постройку выступили активисты Общероссийского народного фронта летом прошлого года. Уже осенью из помещения откачали воду. Теперь на экскурсии часто приходят как российские, так и иностранные туристы. Идею добровольцев поддержал и герой России летчик-космонавт Олег Кононенко. Есть чувство такое, что прикасаешься к вполне осязаемому прошлому. Это наша история. Была Великая Отечественная война. Была очень серьезная ситуация. Рассматривались различные возможности перевода правительства Советского Союза в Самару. Почему бы нет? Один из главных вопросов, который еще предстоит решить общественникам, оставить первозданный вид убежищу или же полностью отреставрировать. Активистов, которые выступают за сохранение исторических памятников, представители Общероссийского народного фронта предложили поощрять. Об этом говорили при подведении итогов первого года добровольца. По предложению Олега Дмитриевича Кононенко наша комиссия выйдет на Дмитрия Игоревича Азарова с предложением о определенной награде, которая будет введена в постоянный оборот наград Самарской области для людей, которые занимаются добровольцем и волонтерством. Благодаря волонтерам на туристической карте Самарской области появляется все больше исторических объектов, достойных внимания. В этом году еще один исторический памятник радиоцентра Попова в Новосемейкино обратил на себя внимание благодаря добровольцам. И в планах у активистов продолжать поиски знаковых мест для реставрации и сохранения на долгие годы. Владимир Маркин, Дмитрий Алатарцев, Новости губернии. На проверку «Становись!» Посмотреть, как и чем живет детский оздоровительный лагерь «Волжский Артекс». Сегодня приехали члены Комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы. Заглянули в каждый из укуток – от изолятора до танцплощадки. Осталась ли комиссия довольно увиденным и какие выводы сделаны по итогам мероприятия, узнала Светлана Стребкова. В лагере привыкли к визиту гостей. За 70 лет существования здесь уже кто только не побывал. Правда, поводы гордиться появились не так давно. Волжскому Артеку повезло. Это единственный лагерь на всей поляне Фрунзе, который пережил тяжелые 90-е и даже обрел второе дыхание с 2013 года. Здесь идет поэтапная модернизация. Открытый бассейн с обогревом солнечными батареями, системой фильтрации воды и подсветкой, оснащенный по всем правилам медицинский блок с изолятором, асфальтовые дорожки, современное оборудование в столовой, многофункциональная спортивная площадка и футбольное поле с искусственным покрытием. Все это появилось здесь, начиная с 2013 года, когда по постановлению Дмитрия Азарова лагерь передали в ведение Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки городской администрации. Три года назад отстроили новый корпус, в котором теперь каждое лето отдыхают вместе с мамами дети с инвалидностью. После его осмотра депутаты пришли к выводу, такие условия должны быть в каждом лагере. Это тоже записано в программе «Десятилетие детства» в указе президента о том, чтобы был квалифицированно, профессионально организован отдых детей с ограниченными возможностями. Они должны социализироваться в эти же отряды, они должны социализироваться среди своих же сверстников. Первоочередные планы руководства Волжского Артека сделать его современным. На территории все еще много построек 46-го года. Дети, которые живут в старых корпусах, конечно, им завидно, что там есть удобства, что там есть душевые, что там есть туалеты. И все это в корпусе. Маленькие, уютные комнаты, начиная с двухместных и кончая пятиместными. Это моя главная мечта. Много чего уже сделано, о чем мы мечтали. Но главная задача сегодня нам построить, новый или реконструировать, или капитально отремонтировать. Но первая задача – это наши корпуса. Проверяющие не только осмотрели местные достопримечательности, но и расспросили о лагере самых независимых экспертов – детей. Наведались даже в младший отряд. Малышня обманывать не будет. Как вас здесь кормят? Вот отлично! Наедаетесь? Да! Волжский Артек произвел на гостей хорошее впечатление. По итогам сделали вывод. Нужна специальная государственная программа, которая позволит поддерживать в надлежащем порядке и своевременно модернизировать все без малого шесть десятков действующих в регионе лагерей. Светлана Стрибкова, Сергей Костин. Новости губерния. Музей Эльдара Рязанова принял тысячных посетителей. Ими стали супруги, которые в этом году отметят бриллиантовую свадьбу вместе 60 лет. Для пар, которые не понаслышке знают секрет счастливого брака, в преддверии дня семьи, любви и верности, провели экскурсии по экспозиции музея. Ведь в творчестве легендарного режиссера именно любовь занимала ключевое место. Подробности в сюжете Марии Акимовой. По полке через Баку они добираются до Куйбышева. Гелий Григорьевич и Людмила Васильевна – тысячные посетители музея Эльдара Рязанова. Они познакомились, когда были детьми. Их разлучила война, но судьба свела снова. Годы спустя. В 2018-м пара отметит бриллиантовую свадьбу. Вместе 60 лет. В преддверии дня семьи, любви и верности им дарят экскурсию по экспозициям, посвященным жизни и творчеству легендарного режиссера. А они, в свою очередь, делятся секретами счастливого брака. Уважение друг к другу. И терпение. Иногда с ней даже ссоримся. Это очень бывает редко. А в этот день мы придем еще раз. И не один раз, наверное, потому что надо все как следует посмотреть. Все прочесть. Музей Эльдара Рязанова открылся в Самаре чуть больше месяца назад. Стал первым в России. Центральное место в выставочном пространстве занимает комната семьи режиссера. Он вспоминал скромное помещение площадью в 20 квадратных метров, разделял шкаф на две части. Одну занимала тетя, вторую делили мама, отчим и двое детей. В тесноте да не в обиде. Воссоздавать комнату один в один не стали. Да и документов, которые бы точно фиксировали, как она выглядела, нет. Атмосферу той эпохи воссоздают обои, дощатые полную, конечно же, подлинные предметы, принадлежавшие семье Рязанова. Один из самых ценных экспонатов – это упаковочная коробка. С ней бабушка Эльдара Александровича переехала в Самару в начале 20-го столетия. Музей по праву называют народным. Горожане поддержали идею его создания. Многие экспонаты, представленные здесь, передали самарцы. Новая культурная площадка на карте областного центра появилась благодаря действующему губернаторскому проекту «Содействие». Он направлен на финансовую поддержку из регионального бюджета социально значимых инициатив, исходящих от неравнодушных жителей. Когда объединяются все институты власти, государственные, муниципальные, общественные институты, результаты очень хорошие, вместе решили, что мы будем продолжать работу по созданию музея Эльдара Рязанова еще экспозиции второго и третьего этажа. Так, в рамках проекта «Содействие» уже успешно реализованы 13 проектов. На 2018-й запланировано еще 82. Мария Акимова, Дмитрий Столяров, Новости губернии. От классических мелодий до микс из нескольких композиций. Легкие мотивы пронеслись над берегами Волги. На летней эстраде в Струковском саду прошел джаз-фестиваль. Хедлайнерами вечера стала израильская трио «Шелэш», группа, которая своим уникальным исполнением покорила полмира. Что такое техно-битый, как можно достучаться до сердец искушенной публики, узнал Владимир Маркет. Затронуть сердца людей – главное убеждение, без которого у музыкантов не проходит ни одно выступление. Израильское трио «Шелэш» культуру джаза разносит по разным странам и городам. Эти легкие мотивы, словно сливаясь с общей праздничной атмосферой, ласкают слух. Мы любим джаз, нам нравится эта музыка. Пришли послушать новую группу. Эта музыка, по сравнению с тем, что мы слушали в филармонии, она, конечно, немного отличается. Там более классический джаз, скажем так. Здесь у джаза же много направлений. Здесь он какой-то особенный. Участники трио «Шелэш» играют вместе еще с университета. Четыре года. Они уверены, что роль каждого в группе важна. Единство в музыке создает гармонию и яркое звучание композиций. Моя роль в коллективе – соединять между собой пианино и барабаны, потому что пианино – это мелодия и гармония, а барабаны – это ритм, бас, это все и сразу. Пробовать, соединять и создавать – негласный девиз коллектива, который уже выступал в десятках стран мира и каждый раз покорял слушателей своей музыкой и энергетикой. «Шелэш» не раз принимал участие в престижных европейских джаз-фестивалях. Музыканты не придерживаются одного стиля, всегда стараются экспериментировать и создавать новое. В их репертуаре не традиционный джаз в его популярном звучании, а технобит или смесь из нескольких мелодий. «Наше главное отличие от остальных – это то, что мы очень хорошие друзья. Я считаю, что самое главное – трогать сердца слушателей. Если получится затронуть сердца коллег по коллективу, то все получится и с публикой. Мы живем в Израиле, где разные языки, культуры, пища, и все это мы впитали в свое творчество». Совершенствовать свое творчество, считают музыканты, значит выходить за рамки обыденного, импровизировать, чтобы стать настоящим феноменом в мире джаза и удивлять публику необычными мотивами. Владимир Маркин, Дмитрий Столяров. Новости губернии. А у меня на этом пока все. Больше новостей на нашем сайте губерниатв.ру. Всего доброго. Одежда ведущим предоставлена Домом моды Маши Горячевой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Домом моды Маши Горячевой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова